Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Историческое голосование. Самарцы сделали свой выбор по вынесению изменений в Конституцию. Город трудовой доблести. Самаре присвоили почетный статус. Рок снова звучит над Волгой. В Самару вернулся легендарный музыкальный фестиваль. На минувшей неделе Самарская область голосовала за внесение изменений в Конституцию. Явка по региону оказалась выше среднероссийской – 69%. И уровень поддержки поправок у нас оказался более высокий. За высказались 80,5% от всех проголосовавших. Съемочные группы телеканала «Самарагис» работали во всех районах города. Как проходило историческое голосование, смотрите в нашем следующем сюжете. Все голосующие на входе дезинфицируют руки, измеряют температуру, надевают маски и перчатки. И соблюдают социальную дистанцию. На избирательных участках процесс голосования контролируют волонтеры и представители общественных организаций. Сегодня граждане голосуют не только по внесению изменений в Конституцию, но и за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». На данном избирательном участке голосование проходит легитимно. Мы здесь с самого утра наблюдаем. Никаких нарушений выявлено не было. Всего наблюдателей нас четыре человека. В числе сделавших выбор Павел Покровский – сопредседатель Общероссийского народного фронта. Он отметил, что в такой исторический момент, когда речь идет о дальнейшей судьбе страны, никто не должен оставаться в стороне. Мне, конечно, очень понравилась и организация процесса, и сама его внутренняя наполненность. Потому что мы с вами жители Самарской области Российской Федерации. И я вижу, что мы приняли активное участие. На избирательном участке в Ленинском районе многолюдно. Но все соблюдают правила безопасности среди голосующих и почетный гражданин Самарской области Алексей Иванович Родионов. Он много лет трудился в строительной отрасли. Внес большой вклад в обеспечение жильем самарцев. Стоял у истоков формирования промышленного района. Поэтому для него важно проголосовать не только за изменения в Конституцию, но и за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Для меня город родной, любимый, и я поддерживаю, отношусь положительно. Я думаю, что самарцы должны поддержать это. Те ветераны, которые работали в тылу все годы войны, этого заслужили. Так, у вас температура нормальная, теперь давайте... Очень классно. Проголосовать по изменениям в Конституцию пришел председатель областного союза профсоюзов Дмитрий Колесников. Трудовые коллективы направляли свои предложения, которые хотят видеть в новой версии Конституции. Представители профсоюзов приняли активное участие в работе вот этой рабочей комиссии по подготовкам. Действительно, часть предложений вошли в те уже итоговые документы, за которые мы сегодня голосуем. Мы уверены, что Самарская область покажет очень высокую явку, потому что информационная, разъяснительная работа, она была проведена действительно очень большая. Люди отходят к этому вопросу с пониманием. В Октябрьском районе в 58-й школе проголосовал заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Владимир Гальченко. Конституция – закон прямого действия, основной закон страны. И в этом документе должно быть отражено все, что касается как государственного строительства, так и жизни каждого человека. Сегодня в стране объявлен выходной, и у меня есть такая возможность прийти на участок. Я выбрал этот день. Это очень важно, потому что если мы не будем думать о себе, то о нас будут думать другие. А это не всегда будет так, чтобы нам понравилось. И я думаю, что сегодня день только начался. Если кто-то еще не успел, я думаю, что это будет правильно, если россияне придут и проголосуют. Потому что это наша жизнь, это наша жизнь на будущие десятилетия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пришел на избирательный участок в Новокуйбышевске. Именно в этом Горден проводит депутатскую неделю. На встрече с главой Новокуйбышевска они обсудили вопросы проектирования зданий театра «Студия Грань», освоение денег по нацпроектам и по программе «Комфортная городская среда», которые будут направлены на строительство парка «Солдатский лес», на ремонт детского сада «Буратино» и мемориала «Вечный огонь» и на другие проекты. Депутат заявил, чтобы жизнь людей и дальше менялась к лучшему, всем гражданам нужно прийти на избирательные участки и высказать свое мнение. Народ определяет тот вектор развития, тот путь, по которому Россия пойдет дальше. И от того, какую позицию займут люди, от того, какое решение они поддержат, и зависит, как нам завтра жить. Но сидеть дома и игнорировать эти выборы означает просто самоустраниться от жизни страны, от того, как ты дальше будешь завтра встречать новый день. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Лариса Шалафаст, Олег Зверев, Елена Малютина, Максим Гусев, Василий Колдашов, Григорий Плешаков, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Горожане выберут место, где установят стеллу «Самара – город трудовой доблести». Для этого организуют общественное голосование. Почетное звание присвоено городу на минувшей неделе. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» глава государства поддержал инициативу о присвоении 20 городам России почетного статуса. Олег Зверев расскажет подробнее. Трудовые подвиги жителей военного Куйбышева получили высшее государственное признание. Современники встретили новость о присвоении «Самаре» почетного звания с ликованием. Ведь почти в каждой семье в годы войны были и воины, которые сражались на фронте, и труженики тыла, поставлявшие бойцам самолеты, боеприпасы, горючие продовольствия. Я считаю, это определенно очень важно, потому что мы должны помнить наших предков, помнить их подвиги, и это действительно большой подвиг. Люди работали на заводах по 18 часов. Это здорово. И это очень приятно, что заслуги людей, которые здесь живут, и которые жили здесь до нас, таким образом, так скажем, подтверждены и воплотились. Да, это приятно очень. И вся промышленность сюда была перевезена в годы войны, разрослась. Город был деполевой, а он разросся в тех размерах, которых он сейчас. Добровольцы выстроились на склоне площади в форме крыла монумента славы. В руки они взяли таблички с названиями оборонных предприятий военного Куйбышева. В числе волонтеров студент Поволжского государственного колледжа Олег Кудряшов. Во-первых, я очень сильно горжусь своим городом, за его заслуги, за то, что он вправе называться запасной столицей Москвы. А то, что ему дали такой статус, я, конечно, горжусь. Я безумно счастлив этому. С присвоением почетного звания «Город трудовой доблести» жители поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Несколько минут назад на сайте президента опубликован указ о присвоении столицы нашего региона, городу Самаре, звания города трудовой доблести. И сейчас, уже сейчас, праздничный салют, посвященный этому историческому событию, присвоению звания, высокого звания, в честь наших великих дедов, в честь тех, кто ковал победу в тылу здесь, в Самарской области. Салют. С сегодняшнего дня подвиг куйбышевцев заслуженно увековечен. В годы Великой Отечественной войны жители нашего города показали пример беззаветного служения Отечеству и продолжили свой подвиг в послевоенные годы, создавая надежный щит государства. Я с тобой, а ты всегда со мной. Я с тобой, а ты всегда со мной. Олег Зверев, Константин Головин. События. 1600 человек эвакуировали из села Верхняя Подстепновка в Самарской области из-за повреждения газопровода низкого давления. При проведении земляных работ бригада повредила незаконную врезку. Насколько серьезный урон нанесен в результате ЧП, расскажет Елена Малютина. Экстренные службы совместно с сотрудниками предприятия завершили отжиг газа в технологических колодцах. Около полутора тысяч жителей Волжского района были эвакуированы еще накануне вечером. 86 человек разместили в пунктах временного пребывания, которые расположены в Волжском районе. Остальные предпочли переночевать у родственников. Необходимые действия сразу были предприняты, отцепление выставлено. И, собственно, днем какой-то угрозы ближайшим населенным пунктам не фиксировались, поскольку проходил отжиг продукта, продукт при высоких атмосферных температурах испарялся. Но в вечерний период мы просто решили перестраховаться, поскольку были опасения, что при понижении температуры в низинах может скапливаться вот этот газ, что может быть опасно уже для жизни людей. На момент аварии в продуктопроводе находилось 550 тонн ШФЛУ под давлением 10 атмосфер. Ввиду ухудшения погодных условий, ветер ноль и понижения температуры вечером, было принято решение о проведении эвакуации населения из населенного пункта Верхняя Подстепновка. Последствия аварии удалось устранить в пятницу днем. На месте работали около 60 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. На территории Волжского района допустимая норма газа в воздухе не была превышена. Движение по Южному обводному шоссе открыто. Жители в Верхней Подстепновке возвращаются в свои дома. Елена Малютина, Константин Головин. События. В Куйбышевском районе Самары инициативная группа жителей на свои средства построила мини-стадион. На площадке могут заниматься все желающие. Вот только дороги к стадиону нет. С просьбой о помощи люди обратились к губернатору Дмитрию Азарову. Подробности в нашем следующем сюжете. Данный участок дороги входит в проект Крунинского моста. Его обещают возвести до 1 августа. Денис Король – один из тренеров футбольной команды, которая занимается в Куйбышевском районе. В их клубе около сотни воспитанников. Сначала они тренировались на базе школы 57, а затем на собственные средства построили спортивную площадку для игры в мини-футбол и волейбол. Спортивное поле, расположенное в Куйбышевском районе Самары, оборудовано по современным стандартам. Чтобы дети могли заниматься в секции бесплатно, вечерами поле планируют сдавать в аренду. Тренеры клуба Денис Король и Константин Поколодин пришли на прием к губернатору с просьбой организовать тротуар от остановки до мини-стадиона. Наша мотивация главная – это мы также организаторы детского футбольного клуба и любительского футбольного клуба. Мы строили себя, чтобы тренироваться. И просим помощи благоустроить самое первое для нас, что важное – это тротуар от остановки до нашего мини-стадиона. Во-первых, я вас хочу поблагодарить, потому что, слушайте, ну, хорошего качества. Елена Владимировна, нам заехать туда. Губернатор отметил, что футбольный стадион – очень важный и нужный объект для Куйбышевского района. Такие проекты нужно поддерживать и делать доступными. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил, что строительство дороги и тротуара, а также благоустройство территории по улице Шоссейной будет завершено в течение июля текущего года. Это предусмотрено проектом первого этапа строительства Самарского моста, который ведет на улицу Фрунзе. В данный момент времени ведутся работы по этому тротуару. Освещение также находится в проекте Фрунзе мостового перехода первого этапа. Мы планируем завершить в течение июля месяца, завершив тротуар, соответственно, этот участок благоустроить. Дорога и тротуар по Ростовскому переулку в этом году будут отсыпаны асфальтовой крошкой, силами и средствами городской администрации. Сделать это должны до 1 августа, а в следующем году подходы к стадиону заасфальтируют. Глава региона предложил представителям инициативной группы тренеров вместе контролировать выполнение работ. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. Объектам теплоснабжения уделяется повышенное внимание. За качеством и темпами работ ведется непрерывный контроль. К холодам готовят и котельные. В этом году заменят 11 котлов. Семь уже закупили и установили. Мэри Юлчан расскажет подробнее. Оборудование в котельной на улице Среднесадовой 34А до этого сезона не меняли 15 лет. Между тем, отсюда тепло поступает в 13 многоквартирных жилых домов и школу. Но теперь на замену старым котлам пришли 4 новых. Сюда же в прошлом месяце завезли теплообменники, насосы и газоходы. Новые котлы, как и новое оборудование, оно всегда лучше, чем старое. Здесь уже установлены более современные горелки, более безопасное оборудование будет стоять. Поэтому это в любом случае улучшит качество подаваемой услуги. Еще три котла установили в поселке Управленческий и на улице Каменогорской. Всего должны заменить 11 котлов, 6 котельных. Кроме того, муниципальное предприятие «Инженерная служба» обновит свыше 3 километров теплотрассы. В целом по городу в этом году в Самаре планируют переложить свыше 21 километра теплотрасс. Это больше, чем в прошлом году. Дополнительные объемы, а это 10,5 километров, появились в результате отнесения Самары к единому ценовому поясу теплоснабжения. Ресурсоснабжающие организации будут вкладывать дополнительные средства в ремонт и перевооружение городских теплосетей, что положительно отразится прежде всего на надежности теплоснабжения потребителей. В июне к 15 первоначально запланированным к ремонту объектам добавились еще 7. Работая на них, планируется начать к середине июля. На остальных трассах они продолжаются. Уже завтра на трех участках начнется переврезка водопровода. В связи с этим подача горячей воды будет приостановлена. Временная мера затронет порядка 250 домов в части Кировского, Советского и Октябрьского районов. А сами теплоэнергетические объекты ремонта расположены на Печорской, Физкультурной от Кирова до Металистов, а также на Блюхера. Везде эти три объекта, где будут переврезки произведены, они произойдут не более 20 часов, чтобы потом остановить горячую воду. Чтобы продолжать перекладки, нужно сделать переврезку, чтобы по временной схеме дать горячую воду. По поручению городских властей, работы теплоэнергетики будут производить непрерывно после вскрытия теплотрасс. Закончить подготовку к отопительному сезону планируют до 15 сентября. Мэри Елчан, Сергей Баскин, События. На ночных улицах Самары дежурят байкеры в погонах. С наступлением темноты сотрудники ГИБДД на мотоциклах ловят нарушителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения, шумят и мешают спать горожанам. Вместе с сотрудниками ГАИ в рейд отправился и Анатолий Головко. Они выходят на боевое дежурство даже в свой профессиональный праздник. Сотрудники мотовзвода провели профилактический рейд на ночных улицах Самары в день ГАИ, который отмечают 3 июля. За час полицейские поймали с десяток нарушителей. С начала недели более полутора сотен нерадивых водителей. За четыре дня личным составом госавтоинспекции проверено порядка 400 транспортных средств мото. Порядка полутысячи транспортных средств автомобилей. Выявлено правонарушение со стороны водителей мототранспорта порядка 156. По словам инспекторов, с появлением на улицах байкеров в погонах самарские мотоциклисты стали нарушать ПДД гораздо реже. Ведь уйти от сотрудников мотовзвода практически невозможно. Они в совершенстве владеют навыками экстремального вождения и могут развивать скорость до 200 км в час всего за несколько секунд. Тем не менее, некоторые водители до сих пор ездят без шлема, прав и страховки. Такой подход к делу нередко заканчивается трагично. Все участники дорожного движения, которые управляют мотоциклами, мопедами, квадроциклами, на автомобиле очень тяжело их догнать, потому что в междуряди где-то узкие места они могут уехать. Нам они останавливаются всегда. Сами байкеры уверены, главный враг любого мотоциклиста – это алкоголь и безрассудство. Граждане мотоциклисты, товарищи, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. И тогда за нами ДПС не будет бегать, преследовать. Это самое главное. Это безопасность, это жизнь, это здоровье. Самое главное правило мотоциклиста, как правило военного летчика. Когда ты выезжаешь на мотоцикле, помнишь, что все вокруг, грубо говоря, хотят тебя убить. И быть внимательным и осторожным. Профилактические рейды с участием байкеров в погонах начались в конце июня. Сотрудники мотовзвода ГАИ дежурят на ночных улицах Самары ежедневно. С понедельника по воскресенье. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Создать свой уникальный мир в виртуальном пространстве. Такая перспектива привлекает не только мальчишек-геймеров. Студенты Самарского университета создали для компьютерной игры стройки несколько макетов. А коллектив Питерского театра подготовил спектакль. Мария Левина продолжит тему. Вот это и называется приключение. Для геймера Арсения Секлетина компьютерная игра стройка – это способ самовыражения. Ведь в виртуальном пространстве можно построить свой уникальный мир. Вырастить необычных животных и попробовать себя в самых разных ролях. Здесь, в этой игре, тебя ограничивает только твоя фантазия. И на самом деле так и есть. В жизни ты вряд ли можешь создать то, что ты прям видишь. А здесь создавай сколько угодно. Ведь игра принадлежит полностью тебе. Бесконечный мир, где-то на 33 тысячи миллионов, миллиардов, триллионов блоков. И ты можешь построить там любые города, любые автосвалки, любые машины. Популярная игра, которая стала альтернативой кубикам Лего, но в компьютере полюбилась многим. Независимо от пола, возраста и социального статуса. Это, по сути, создание новой реальности, автором которой выступает сам игрок. Так студенты Самарского университета построили в игре корпус своего вуза. Евгений Смирнов – один из виртуальных архитекторов. Рассказывает, фасад основного здания удалось завершить за два дня. Позже узнал, что учащиеся другого факультета тоже работают над игровым студенческим городком. И предложил объединить усилия. Сейчас команда из трех человек внедрила в игру уже 12 зданий. Отличием от реальных зданий является отсутствие внутреннего обустройства корпусов и иногда масштаб. Но мы делаем все возможное, чтобы виртуальная копия по минимуму отличалась от оригинала. В планах выставить сервер с картой на хостинг, чтобы каждый мог присоединиться и, к примеру, провести время на виртуальных парах или беседуя в буфете. Идея виртуального воплощения продукта своих трудов захватила даже творческую интеллигенцию. Так, театр Санкт-Петербурга создал постановку «Вишневого сада» в виде компьютерной игры. Премьера спектакля в реальной жизни прошла 17 января 1904 года. А в 2020-м уже на виртуальную сцену в качестве героев пьесы Чехова вышли квадратные человечки и вдохнули в постановку «Новую жизнь». В игре все максимально правдоподобно. Вот мы заходим в здание театра, идем по длинным коридорам, слышим звонок и еще один. Раздается предупреждение о начале спектакля. И последний, третий звонок. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас сегодня на нашем спектакле. Напоминаем вам, что фото, видео и киносъемка в зрительном зале запрещены. И просим вас на время спектакля отключить свои мобильные телефоны. Компьютерная игра «Стройка» стала самым популярным запросом в интернете после музыки. В сети ей посвящены миллионы видеороликов. Мария Левина, Виктория Шарая, Константин Головин. События. Более шести миллионов виртуальных зрителей со всего мира стали свидетелями грандиозного концерта, который отгремел в Самаре. Сценой стала грузовая баржа. Анатолий Головко был свидетелем возрождения самого крупного фестиваля тяжелой музыки в Европе. Подготовка к фестивалю «Рок на Волге» стала настоящим испытанием для организаторов. На баржу, которая двое суток стояла в речном порту, погрузили несколько тонн звука, света и опорных конструкций для музыкальной площадки. Чтобы соорудить настоящую сцену на барже, специалистам потребовалось около 48 часов. За столь короткий срок они сумели построить площадку для музыкантов, установить звуковое и световое оборудование, а также протянуть интернет. Можно с уверенностью сказать, что уже совсем скоро над «Волгой» прозвучит настоящий тяжелый рок в исполнении любимых групп «Сплин» и «Би-2». Перед тем, как перегнать баржу на вторую очередь набережной, водолазы обследовали дно «Волги» и очистили его от мусора. После этого дайверы протянули под водой проводной интернет для онлайн-трансляции концерта. «Было много споров, хотели разными способами, но проводной интернет – самый лучший интернет в нашей стране и по всему миру – проводили через воду. То есть водолазы разматывали бухты по дну и нам давали интернет на баржу». Спустя несколько десятков часов, ушедших на подготовку, на баржу приплыли музыканты и ведущий фестиваля, участник культовой группы «Аукцион» Олег Горкуша. «Забавно, забавно, ну конечно, а что делать, если концертов нет, почти у всех музыкантов, да, ну хоть как-то нужно там тряхнуть, стряной мягко выражаясь. Поэтому, соответственно, если такие происходят вещи, почему нет, это очень здорово, замечательно». Когда яркое солнце стало уходить за горизонт, на музыкальную площадку вышли первые участники фестиваля. «На Волге звучит рок, а это значит, что концерт начинается. На сцене группа «Сплины», ее бессменный лидер Александр Васильев. Музыканты представляют песни из своего нового альбома, а также исполнят бессмертные хиты. Выступление продлится около полутора часов, после этого на сцену выйдет группа «Би-2». Питерская команда раскачала не только виртуальных зрителей, которых показывали на большом экране, но и многотонную баржу. С наступлением темноты на сцену вышли музыканты «Би-2». Выступление группы «Би-2» подходит к концу, заканчивается и сам фестиваль «Рок на Волге». Но всем нам хочется верить, что в следующем году мы увидимся с любимыми артистами не в формате онлайн, а вживую. Всех концертов, которые у нас происходили в течение четырех месяцев онлайн-концертов, это, наверное, самые яркие с точки зрения... Чтобы мы первый раз за четыре месяца выехали куда-то. Концерт с участием групп «Сплины» «Би-2» посмотрели более шести миллионов человек. Анатолий Головко, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова